Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю обсудить одну из наиболее популярных бумаг на московской бирже – это Сбербанк. Благо, у нас есть для этого информационный повод. Сегодня Сбер опубликовал свою финансовую отчетность за весь 2018 год. Давайте посмотрим, что происходит в компании, каковы перспективы ее акций, потому что вы постоянно спрашиваете, стоит ли покупать Сбер и когда это делать. Я вам расскажу свой взгляд на эту бумагу и также поделюсь своим инвестиционным опытом, потому что у меня Сбербанк в портфеле лежит. Несмотря на некоторое ухудшение показателей в четвертом квартале, в целом 2018 год для Большого Зеленого Банка стал очень и очень успешным. Компания показала чистую прибыль в 11% за год, то есть 832 млрд рублей. И это рекордное значение чистой прибыли. Хороши финансовые показатели. Например, рентабельность собственного капитала, она же Роя, составила 23%. Это очень здоровый показатель. Сбербанк растет благодаря увеличению как комиссионного дохода, в частности, это прибыль компании от эквайринга, так и за счет процентного дохода. И здесь довольно выгодное отличие Сбера от, например, ВТБ, у которого оба вида банковского дохода стагнируют фактически. Сбербанк развивается. Вы, возможно, думаете, Кира, что это ты сегодня ругаешься какими-то непонятными словами. Я предлагаю в этом видео не углубляться в объяснение, но на нашем канале постепенно я буду рассказывать, как проводить фундаментальный анализ акций. Так что всему мы обязательно с вами научимся. Не переживайте. Итак, смотрите. Сбербанк отмечает рост портфеля по кредитам за 2018 год и по депозитам. Немножко статистики здесь. Депозиты физлиц за год выросли на 10%, а депозиты юрлиц на 27%. Почему? Понятно почему. Потому что банковская система шатается, отзывы лицензии у банков продолжаются. И в такой нестабильной ситуации, да еще там и санкции где-то сверху маячит, конечно, компании предпочитают хранить средства в более-менее надежном Сбербанке. Это и обеспечивает приток денег в Сбербанк. Кредитный портфель физлиц вырос на 25%. Это очень сильный результат, но это в целом коррелирует с трендом на рост закредитованности российского населения. Кредиты юрлиц выросли на 13%. То есть мы видим, что Сбербанк развивается по всем направлениям достаточно гармонично. Ну и также если говорить о бизнесе, то доходы от расчетно-кассового обслуживания Сбербанка также выросли на 13%. В общем, с точки зрения финпоказателей, ребята, молодцы, если абстрагироваться от того, что Сбербанк, конечно, опирается на огромный административный ресурс. Так или иначе, хорошие показатели. И здесь возникает вопрос, какие же дивиденды компания заплатит по итогам 2018 года. Герман Греф выступил с комментарием и сказал, что дивиденды будут достаточно большими, а конкретное значение можно будет узнать только в апреле. Если исходить из того, что ключевая сделка для Сбербанка в 2019 году – это продажа своей турецкой дочки Денис Банк. Я думаю, что все, кто когда-либо бывал на турецких курортах, знают этот логотип. Сбербанк избавляется от этого актива и ранее сделка должна была быть закрыта в начале этого года, но реализуется вопрос, похоже, только в конце первого полугодия 2019 года. То есть, получается, Сбербанк пока эти деньги недополучил. И, соответственно, как предполагают многие аналитики, это может уменьшить объемы дивидендов, которыми Сбербанк поделится со своими акционерами. Ну, кроме того, возникают повсеместно слухи о том, что Сбербанк хотел бы купить Яндекс или Рамблер, а это не профильные активы, которые могут оказаться не очень-то прибыльными. Но это, конечно, касается скорее будущих периодов. Так или иначе, Сбербанк, как государственная корпорация, по закону, обязан направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Мы с вами эти вещи подробно обсуждали в нашем ролике про дивиденды. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Там я все по полочкам рассказала. Ссылочка есть внизу, если хотите заниматься именно инвестированием с расчетом на получение дивидендов. Так вот, 50% от прибыли по закону Сбербанк должен направить на дивиденды. То есть, это получается 416 миллиардов рублей от текущей чистой прибыли. Также мы помним, что 50% и одна акция Сбербанк принадлежит Центробанку, который, соответственно, эти деньги получит дивидендами и перенаправит в бюджет. То есть, бюджет хотел бы получить от Сбера побольше. Всего, вот исходя из этой суммы, там порядка 420 миллиардов рублей Сбер должен заплатить. Но есть такое понятие, как коэффициент достаточности капитала банка. То есть, это отношение собственных средств банка к суммарному объему активов. И вот этот показатель у Сбербанка пока немножко низковат. И, скорее всего, Сбер захочет взять несколько лет, чтобы этот показатель нарастить. И уже потом все-таки прийти к тому, чтобы направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Пока немножко пожадничает. Возможно, там 40-45% может на дивиденды направить. Получается, что дивиденды могут выйти немножечко меньше, чем на это изначально рассчитывали инвесторы. За 2018 год мы можем получить порядка 16 рублей на одну акцию. То есть, чуть менее 8% годовых, если говорить об акциях обыкновенных. И за 2019 год, если достаточность капитала подрастет, то там уже Сбербанк может подтянуть дивиденды вплоть до 20 рублей на одну акцию. И получится, что это как раз будет порядка 50% от прибыли. Ну, это такие примерные прикидки. Стоит ли покупать акции Сбербанка? Мы подобрались к сакральному вопросу. Смотрите, с одной стороны, если смотреть по мультипликаторам, бумаги Сбербанка до сих пор сильно недооценены. Если смотреть на обыкновенные акции, то справедливая цена, там по разным оценкам, но находится точно выше 250 рублей за одну акцию. Сейчас они стоят 207 рублей. По всем мультипликаторам Сбербанк недооценен. Там если посмотреть на P на E, если посмотреть на P на буквы, все достаточно хорошо привлекательно. Проблема только в том, что Сбербанк у нас, как и любая российская компания, особенно Сбербанк, который является флюгером настроения международных инвесторов, зависит от санкционной истории. Поэтому, если учесть, что сейчас в Конгрессе США обсуждается законопроект ДАСК, о котором мы с вами неоднократно уже говорили, и по всей вероятности в марте мы узнаем подробности, и возможно в марте уже законопроект будет даже принят, то вот эта вся шумиха может акции Сбербанка существенно подзбить вниз. И если говорить о долгосрочных инвестициях, то я для себя как раз в марте-апреле буду искать более выгодные моменты для того, чтобы акции Сбербанка еще подобрать в свой портфель. Но нужно понимать, что в апреле будут известны, скорее всего, дивиденды, и на это нужно тоже ориентироваться, потому что если дивиденды окажутся приличными, то бумаги могут пойти наверх на этих новостях. Так что внимательно мониторим и стараемся максимально оперативно на новости реагировать. И сейчас перед вами график обыкновенных акций Сбербанка. Мы видим, что после достижения своего пика в районе отметки 285 в феврале 2018 года, ровно год назад, котировки пошли на снижение. Вот здесь на графике мы видим, как ударила по цене акций первая волна санкций в апреле, связанных с Русалом. И вот здесь у нас на графике санкции августовские, когда цена также пошла на просадку. Мы видим, что, казалось бы, для Сбербанка ничего страшного не произошло. Компания провела прекрасный год с точки зрения развития собственного бизнеса, но акции компании упали. Поэтому здесь, конечно, мы должны во многом ориентироваться на внешнеполитическую обстановку. И посмотрите, вот с началом 2019 года бумаги начали отрастать потихонечку наверх и даже пытаются нарисовать здесь разворотную модель, похожую на классическое двойное дно с линией шеи как раз на отметке 207. Вот она. И это происходит благодаря тому, что в целом на развивающихся рынках есть ралли, есть спрос на рисковые активы. От того, что федеральная резервная система тормозит с повышением процентной ставки. Это позволяет расти ценным бумагам, потому что на рынке больше денег, инвесторы готовы покупать рисковые активы. Вот от этого Сбербанка получает большой профит акции Сбербанка, я имею в виду, потому что это флюгер инвесторов, флюгер настроений на российском рынке. Это мы наглядно видим с вами на графике. Акции пытаются восстанавливаться, но последние несколько недель мы видим снова спад активности и пока ситуация довольно напряженная. Конечно, хотелось бы увидеть уверенную фиксацию выше хотя бы 208 рублей за одну акцию. Тогда можно говорить о том, что цена реально разворачивается. Но я очень сомневаюсь, что это произойдет сейчас в текущих условиях. Скорее мы скатимся снова вниз и какое-то время еще поторгуемся в диапазоне 205-190, потому что будет санкционная история раскручиваться и давить на спрос на российские акции. Для того, чтобы выделить важные уровни, я предлагаю наложить на график линии Фибоначчи. И мы с вами как раз увидим, что по Фиба у нас на отметке 225 располагается довольно сильное сопротивление сразу после отметки 210. То есть вот это сейчас ключевые уровни сопротивления, которые сдерживают рост цен на акции Сбербанка. Это мы сейчас с вами посмотрели, как выглядит график по обыкновенным акциям. Это такая наиболее ликвидная бумага, наиболее популярная у иностранных инвесторов. Но у Сбербанка есть еще, я напоминаю, и привилегированные акции. Ну, котировки, как мы видим, движутся очень похожим образом. В чем разница? В том, что дивидендная доходность по привилегированным акциям у вас будет выше за счет того, что сами привилегированные акции дешевле. Поэтому с точки зрения долгосрочных инвестиций, может быть, даже префы для вас окажутся более интересными. Где можно искать важную информацию по Сбербанку? Напоминаю, что у нас на сайте InvestFuture есть календарь дивидендов, календари и фондовый рынок дивидендов. Заходим, выбираем Сбербанк и, соответственно, смотрим всю важную для себя информацию. Здесь как раз нам сообщается, что предположительно 26 июня будет закрыт реестр. Выплата дивидендов произойдет в июле, но это пока все прогнозы и даты могут двигаться. Значения по дивидендам, по проценту от прибыли здесь прогнозные пока. И это, естественно, не конкретные значения. Возможно, будет даже повыше. Кроме того, можно зайти сразу на сайт Сбербанка в раздел акционерам и инвесторам. И здесь тоже вы найдете довольно много полезностей. Можно почитать стратегию развития компании 2018-2020, которая предполагает существенную модернизацию финансовой инфраструктуры. Это может быть интересно. Ну и вообще можно посмотреть и финансовые отчеты, и последние пресс-релизы. И подписаться, вот я рекомендую, на рассылку для инвесторов. Тогда вы будете оперативненько получать все новости напрямую из пресс-центра компании. Для инвесторов это может быть очень полезно. Друзья, я очень надеюсь, что сегодня я вам дала полезную информацию по Сбербанку. Не хочу давать никаких навязчивых рекомендаций. Но в целом я бы рассмотрела эту бумагу для включения в свой портфель. Я думаю, что она будет еще подешевле, чтобы закупиться на распродаже. Поэтому будем мониторить, когда же все-таки распродажа стартует. В моем портфеле вот как раз с апреля прошлого года лежат привилегированные акции Сбербанка. Ну, котировки просели почти на 7% с того момента, как я покупала. Но зато дивидендная доходность, ну, практически 6,3% компенсировала снижение курсовой разницы. Для долгосрочных инвестиций мне нравится эта история. Краткосрочно, как вы видите, я пока на этом не заработала. И напоследок один вопрос. Михаил Волохов спрашивает. Скажите, вы вообще не используете мультипликаторы для анализа российских компаний? Или все же, как один из факторов, стоит на них смотреть? Михаил, ну, мне кажется, текущее видео как раз является прекрасной иллюстрацией. На мультипликаторы смотреть нужно скорее как на замер динамики развития компаний. Это важно. Но на российском рынке прямой корреляции пока нет и быть не может. К сожалению, такой у нас пока рынок развивающийся. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Красная кнопка внизу, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие полезные выпуски. И поделиться этим видео со своими друзьями и инвесторами. До новых встреч на канале. Спасибо, что были с нами.